Российские спасатели отметили профессиональный праздник – 25 лет МЧС России. Это была совершенно новая для страны служба, и о том, как она работает сейчас, мы поговорим с лучшим пожарным Уральского федерального округа. У нас в гостях Андрей Поворознюк. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, каким образом вы вообще попали в МЧС? С детства мечтали или что? Как получилось так? Я попал в МЧС в 96 декабре 1996 года. Мечты стать пожарным ранее у меня не было никогда. Не было таких мыслей, что я приду в эту структуру и буду спасать людей, буду неким Бэтменом таким. Нет, я просто пришел работать. Мне понравилась эта работа, я здесь остался, я с того времени ни разу не пожалел, потому что работа по душе, коллектив хороший, где бы я ни работал, мне всегда попадается хороший коллектив, дружные ребята, надежное плечо. Ну, чего желать лучше-то? Замечательно. Ну, вот мы уже сказали нашим телезрителям, что вы лучший пожарный Уральского федерального округа. А каким образом это звание получает? Такие достижения, как бы, приходят к этому в несколько этапов. Надо сначала отобраться этот конкурс в виде соревнований. Сначала нужно пройти городской этап, областной, региональный, и есть еще такой же этап на России. А вы впервые в жизни участвовали в таком соревновании или нет? Я участвую в этих соревнованиях. По-моему, с 2009 или 2010 года я точно сказать не могу. Это был не первый случай, когда я выиграл региональные соревнования. Это было еще в 2011 году, и в 2012 году я занял второе место. И в этом году снова посчастливилось. И удача была, и хорошо, видимо, был подготовлен. Поэтому выиграл и Уральский региональный центр вот в этом году. Мы поздравляем вас еще раз. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, в вашей практике были какие-то страшные случаи? Ну, не то, чтобы страшные. Страх, он присутствует, конечно, всегда у любого человека, работа которого связана с риском. Какие выезда опасны? Вот, допустим, это когда ты едешь на тушение пожара, зная, что есть на этом объекте взрывчатое вещество. Или там риск обрушения. Да, риск обрушения. Вот как бы вот этого опасаешься. Особые сложности пожары вызывают со спасением людей, конечно. Потому что на любом пожаре спасение людей, ну, простые люди, они же паникуют. Это нормально. Погибать не хочется никому. Поэтому действовать, и присутствует и паника, и крики. Действовать надо быстро, стараться грамотно, чтобы большее количество людей извлечь, отодвинуть от огня. Ну, так я понимаю, хорошая стрессоустойчивость должна быть у людей, работающих в вашей сфере. Ну, я думаю, все люди, которые работают в этой сфере, стрессоустойчивые. Скажите, пожалуйста, а вот говорят, что пожарные по запаху могут установить причину пожара. Ну, это действительно так. Запах пригорания пищи, допустим, или сожгли газету в подъезде, он имеет свой запах. Разный запах. Запах проводки паленой тоже имеет свой запах. И когда ты работаешь не первое, то у тебя есть не второе, а когда ты работаешь постоянно, это действительно так. Пожарный может определить на запах, что в этом подъезде, вот когда... То есть еще люди должны быть и с хорошим обонянием. Да, без насморка на сутках. Ну, а вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, вот у нас в городе, какая главная причина возгорания все-таки? Ну, неосторожное обращение с огнем, мне так кажется, или замыкание электропроводки, потому что неосторожное обращение огня включает в себя даже такой банальный случай, как, например, уснул с сигаретой. Все, этого достаточно, чтобы был пожар и, к сожалению, иногда и с летальным исходом. Вот. Ну, я думаю, что как бы вот в домах, особенно в старых, старая проводка, большая нагрузка на сети, вот так получается. Ну, как вы советуете горожанам обезопасить себя? Какие меры предпринимать? Там ежедневно обходить свой дом, не курить, это мы поняли. А что еще? Я бы рекомендовал, на мой взгляд, вот как я у себя дома делаю, выключать все электроприборы, которые можно выключить. Телевизор, стиральную машину, можно поставить так называемый пилот, все воткнуть вилки туда, а когда уходишь из дома, просто отключаешь пилот, и вся техника отключается. Видео, телевизор. Ну, естественно, кроме холодильника, те необходимые электроприборы, которые должны быть включены в сеть, потому что нагрузка на сеть уменьшится, и, естественно, не будет ваше отсутствие какой-то ситуации, потому что, каковы бы ни были заверения, как я считаю, производители электроприборов и оборудования, от сети возгорается все. Вот с фейерверками, да, очень часто тоже об этом много говорится, о том, что от этого бывают возгорания, пожары. У вас были какие-то такие новогодние ЧП, и вот именно связаны с фейерверками? Обязательно. Я думаю, в работе у каждого пожарного были такие случаи, потому что каждый пожарный выпадал работать в дежурство на новогоднюю ночь. Естественно, люди, если еще и подвыпили, то особо своих действий не контролируют, и запускают фейерверки, могут запустить рядом с машиной, и загорались машины от этого. Ну вот лично мне, допустим, в квартиру тоже прилетала ракета. И единственное, что спасло, когда она попала в балкон, на балконе висело белье, она там запуталась, и дальше в квартиру не пролетело. Так что и ко мне приезжали пожарные, когда я был дома. Добрые соседи вызвали даже, и когда я не просил, я просто все это сам, конечно, потушил. Но потом подъехали пожарные, я поблагодарил, сказал, ребята, все, спасибо. И соседям сказал спасибо. Какие бдительные. Бдительные, да. Молодцы. Ну, а вот вы сказали, что хороший коллектив вам попадается. А вообще, мне кажется, что взаимовыручка – это тоже основополагающая вашей профессии. Безусловно. Присутствие надежного плеча, конечно, это, как вы правильно заметили, основополагающая в нашей профессии. Ну, просто к этому даже добавить больше нечего. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. А я напомню, что гостем нашей программы был лучший пожарный Уральского федерального округа Андрей Поворознёк. Андрей, пару слов нашим телезрителям. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов. И аккуратно, пожалуйста, обращайтесь в новогоднюю ночь с фейерверками. Спасибо. Еще раз, а мы вернемся в студию через пару минут.